Продолжение следует... 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 2 в плюс... Мне этого вполне хватило... Сейчас мы проверим... Как там все происходило... Здесь есть... То есть вы кликаете на трейдера... Вы тоже можете этот рейтинг включить... И вот так вот... Отобразится его активность... На протяжении декабрьского контракта... Какие были ордера... Трейды... И собственно... Как это все происходило... Несколько этапов заходил... Такие существенные просадки... Были... Видите... С... 19... 15... Уходили... Прилично... В общем... На 40 баксов почти... Вот... Ну... Все равно... Относительно... Удержал позиции... Значит... Эээ... Не знаю... Как это назвать... Некто... Некто... С... Инопланетным именем... Судя по всему... Трое место занял у нас... Эээ... Потом... Свердень... Четыре сделки... Все в плюс... Ну... Это скорее всего... Сейчас мы посмотрим... Да... 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 Вот они... Все... Больше ничего не нужно делать... То есть... Две сделочки... И... Вот... Хорошо их продержать... Правильно выйти... И... 7... 96 сделок... 37 плюсовые... И... 59 отрицательные... Пятое место... Старичок... Карлос... Уже... Наверное... Четыре контракта... Закрывает плюс... То есть... Фактически... Год... Плюсовая... Отчетность... W... 0...99... W... Тоже... Неплохая серийность... И... У Карлоса... Тоже... 35... 22... Это... SkyOne... Ну... Это... Наш... Старичок... Тоже... 8 сделок... 6 плюсовые... Ну... Без убыточных сделок... Идеально торговать... Таких... Не трейдеров... И... Проколы... И... Убыточные сделки... Есть... У всех... Поэтому... Это нормально... А... 10 сделок... 6 плюсовые... Неплохо... Тоже... Г... 2015... Тут... Уникальная серийность... Больше отрицательных сделок... Но... Все равно... Протащил позицию... И... Невада... 65... Сделок... И... 32... Плюсовые... Так... Ну... Неплохо... В принципе... Есть... Новые лидеры... Некоторые... Закрыли... Те... Кто были в прошлом контракте... На... Лидирующих позициях... Они... В принципе... Закрыли контракт... Плюс... Но... Не... Первые десятки... Вот... Поэтому... Круг... Стабильности... Вернее... Как бы... Стабильность... Просматривается... Это хорошо... И... То... Что появляются новые... Уникальные трейдеры... Таланты... Тоже... Очень... Круто... Есть... Неплохо... Смотреть... Ровняться... То есть... И... Теперь... РТС... Декабрь... Ну... Здесь... Первое место... Агран ДС-20... Знаем... Знаем... Еще... На правкурсе... Уже... Показывал результаты... Отличные... Способность... Ну... Быстро хватает... Риксис... Тоже... Неоднократно... Вы... Его... Встречали... SVK... Тот самый... Nanotech... RunRus... С... Двумя... Нет... Тысячу... Триста... С чем-то сделок... У человека... Здесь просто... Не видно всех... Видите... Надо... Поставить... Если мы поставим... Вот так... Вот... С 10.05... Все равно попадается... Видите... Ну... В принципе... Предупреждали... Что... Чтобы на первом баре... Не открывали... Лимитники... Но... Все равно... Так... Так... Не попал в рейтинг... Закончилась подписка... На экспирацию... Не попали в рейтинг... А какой у нас нет? Потом... После... RunRus... Son2... Есть на что посмотреть... И... Советую... Посмотреть... В новом контракте... Что... Происходит... Там... Со сделками... Что-то... Прям... Невероятное... Мм... 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 Вы... Может быть вы... Отключили трансляцию публично... От своих сделок? Возможно из-за этого? CIMA тоже хорошая серийность... В принципе... Серийность... У первой десятки... Неплохая... Ну... за исключением 1370 сделок это очень много свободного времени у кого там так электрон, маркуши, сайберфанд приятно конечно что остаются в хорошей динамике старички это очень хорошо я думаю с такой платформой еще и накосячить casual, жмурик, ну все те же, видите Carlos чуть-чуть ниже позиции, но все равно плюсим так, ну вот такая перводесятка удивительная так, теперь робот на рубле первый трейдер 33 вот так вот причем с сильным отрывом потом идет сайберфанд 45 сделок L CERGE хорошая серийность, сделок конечно многовато 383 снова Carlos серийность серийность надо посмотреть интересно 44 сделки 43 плюсовые что там происходило аааа вот так вот в начале поработали в конце фин тоже выпускник в курсе отлично хорошая серийность стабильно это ну хорошие признаки алекс 01 вообще пять сделок все в яблочко давайте посмотрим в декабре 15 дней в декабрьском контракте это же рейтинг за весь контракт с 15 на 16 на 9 в рейтинг не попали из-за закончилась подписка но я думаю если вы продлить подписку появитесь ничего страшного не произойдет правильно так дальше Алена седьмое место девушка занялась ну контракт закрыла плюс 5 сделки плюсовые наконец-то начали появляться представители женского пола и седьмое место с хорошей серийностью тоже немного сделок это очень хорошо casual гуров жмурик маркуша бенджамин бостон эверус спекуль 3d те под ну все все те же ну в общем интересно сколько всего на рубле в этом контракте было трейдеров 70 из них 40 в плюсе ну то есть плюсовая положительная динамика ну отлично за весь декабрьский контракт это рейтинг вот даты 16.09 по 15.12 можно по 16.12 неважно контракт декабрьский то есть сейчас идет мартовский но мы смотрим рейтинг по портс мы если хотите можем озвучить не не да так еврик значит первое место без имени извините мы просили всех указать свои имена франш второе место по евро и там наверно какая-то длинная позиция получилась сейчас посмотрим ну это конечно выше всех похвал тут неплохо простоял позицию выдержал и зашел прям ирне вышел и все это с одним контрактом невероятно терпение наверно невада три сделки все в яблочке интерес что там творится наявите такое ни одной убыточной сделки а стопросадка большая не считается о наталии четвертое место еще девушка так вас вытесняют ребята уже девчонки занимают десятки позиции три сделки две плюсовые супер мишка мед нет это не ваш аккаунт них вот есть нет а вообще это драган 8 сделок 7 плюсовые ого тут на еврике неплохо поработали мак миг глобал макро телек 49 пират 4 золки плюсовые gt25 знаем да классно когда всех этих людей не лично но знаком так зуб биндаву я закрыл плюс контракт отлично лариса карлос пирамида да ну конечно по никнеймам сложно назвать это рейтингом именно трейдеров компьютерной игрой больше похоже компьютерная игра какая-то так на пункте были активные да вот опять карлос глава макро пират пайперк 5g trade так теперь золото там на золоте есть кто там за этот период да все те же на первых местах док кров зубы дима когда появился новый так и по форс в общем за этот период то здесь будут и те кто на рубле на ртс на всех инструментах форс первое место трейдер тридцать третий за ним агран отлично так держать вторгете тоже агран rixos casual свк nanotech вот вот они победители лче 2015 15 на самом деле десятка вот не сильно изменилась после сентябрьского контракта так ну сделки вы можете посмотреть открывать вофикс заходите в компоненты автополок деск ставите абсолютно любой период который вы хотите просмотреть и рейтинг просто нажимаете на никнейм открывается окно с этими сделками можете потратить немножко времени попытаться разгадать секрет их позиции как не открываются в общем даже можете дублировать connect нажимаете и подключайте свой счет к любому из этих трейдеров так по семье значит за этот период Саня и второе место Натали там что-то видно она неплохо держала так мало сделок и 4600 четвертое место франш пятое место мишка мёд и драгон невада ну все те же люди пираты мать зубра топ вектор всего по семье в этом контракте было больше 160 трейдеров вернее не трейдеров а счетов торговых бывает у трейдеров несколько торговых так а в плюсе 160 81 ну около половины ну конечно ну вы можете и на порт сработать и на CME инструментах если у брокера есть возможность на разных биржах проводить операции то почему бы и нет так не обязательно переходить одну биржу ртс забрасывать с рублем а трогать только СМП с вашими успехами я думаю что через годик точно вам просто нужно будет набрать штат трейдеров и какую-нибудь инвест компанию открыть потому что на одном инструменте станет скучно работать это доходность вы имеете ввиду в рейтинге там расчет идет в процент прибыли не от массы торгового счета потому что кто-то торгует одним контрактом кто-то 100 контрактов кто-то 10 контрактов и расчет идет от этого ну сколько вариационная маржа или ГО за позиции то есть процент доходности да 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 именно от него то есть потому что можно торговать 5 контрактов на счету миллион долларов и там вроде процент будет слабенький поэтому мы таким путем решили более объективно как бы рейтинг учитывать так значит теперь по событиям еще раз напомним что вас ждут бонусы к новогодней скидке на подключение и по экономическому календарю на следующей неделе будет можем сказать так полурабочая торговая неделя 31 все биржи закрыты 30 уже как видите по S&P ликвидность все хуже и хуже то есть по местам отдыхов и это продлится я думаю где-то до 31 4 6 ну кто-то будет в эти дни торговать америка торгуют обычно они особо не загульные то есть если 2 3 числа бы работала биржа 2 числа бы были объемы а на российской бирже это с 11 числа можно только пытаться пробовать торговать и то в 11 числа советую быть зрителем потому что после простоя в неделю биржа будет работать 4 5 штан но представьте какие там объемы будут то есть и после этого недельного простоя начнется корректировка 11 числа относительно S&P там нефти вот поэтому там будет нелегко и 12 числа можно уже пробовать заходить на Росмаркет а S&P и вот с понедельничка сразу так и до 11 числа вот такой будет слабый ликвид скорее всего рынки никуда толком не уйдут единственно что может там эти нефть куда-то начнут двигать активно но вряд ли поэтому лучше сделайте себе действительно отдых вы заслужили и теперь еще интересная информация про сайту finviz хороший сайт уже знакомы с ним это за три месяца ну грубо говоря квартальная ситуация по планете сектора google плюс 19 exxon обратите внимание нефтяной сектор да то есть мы смотрели буквально там несколько обзоров тому назад как за просадки нефти да то есть стоимость барреля все ниже ниже нефтяные компании в принципе должны тоже как бы меньше зарабатывать и такая ситуация была то есть вот в этом квартале exxon почему-то вместе с шевроном активно уходят наверх видите даже чайным петролем тоже почти плюс 3 british плюс 7 royal Dutch ну около нуля а это плюс 10 подозрительно 5 это google facebook бьют рекорд и поиск и за 3 месяца как и такая позитивно все кроме вот oil and gas некоторые компании чуть просели, а так все в достаточно неплохой динамике все сектора в целом выглядят удивительно стабильно и неплохо на планете черт знает что творится, а у них прибыль это по эти фишкам тоже практически все кроме вот этих индексовой активности потом энергетический сектор с нефтянкой финансовый сектор в плюсе вот такая вот картина так, ну да ладно с этим а, я забыл посмотреть всю планету всю планету а вот ситуация по планете если за полгода вместе с летом взять картина вот в таком ракурсе выглядит то есть минус 38 петра чайна минус 50 фармацевтика какая-то просела в Канаде и вот в Англии тоже там British Petroleum и Vodafone и этим в Испании банка Снега Диор тоже минус 30 ну какой-то ужас вот почему-то за осень они более-менее так ровно вышли а за год в Бельгии только какие-то позитивы ну в общем там Бразилия очень сильно страдает у них там Армагеддон какой-то так ну начнем S&P новый контракт можно сказать вторая неделя и массив который сформировали на открытии в новом контракте пока не продавили то есть вот 98-я 20-10 сейчас мы склейку добавим размещение тут в принципе поддерживали видите в ноябре коррекционный момент бросили объемы на поддержку и мы сейчас в новом контракте более точно выделим вот этот диапазон так как объемы сюда добросили еще вот 20-14 и давайте давайте сделаем более точно да 20-14 и вот 2000 это поддержка номер 1 если S&P все-таки будут удерживать выше этого коридора то байера есть и всякими правдами и неправдами могут еще сохранить динамику на север второй и уже как бы ядро нового контракта вот 25-20-48 4 сессии за эти 2 недели но тут ликвидности немного будет поэтому в основном эти 3 сессии сформировали этот массив и на проверку 20-78 тоже набросали объема такая как контрольная точка сопротивления ну скорее всего вот в этом коридоре между 20-70 и 20-15 там 20-20 могут проболтаться на пока будут эти праздники и вот числа 11-го начнут куда-то уже сейчас помню когда именно они могут создать импульс в общем в январе заседание федеральной резервной системы очередное и решение по впроцентной ставке вот как раз под это заседание они куда-то двинут маркет потом если не ошибаюсь в начале февраля по Сирии будет собрание там какой-то они вроде решились все-таки переговоры какие-то вести вот и вот под новый год на одном финансовом ресурсе публикуется такая статья как ожидание финансистов причем опрашивают там было указано 80 финансовых разных сфер специалистов высококлассных в том числе и профессоров экономики ожидания ожидания на 2016 год и я читал за 2014 на 2015 половина того что там было действительно произошло и очень интересно было что в этом году ждут там просто ужас значит они потенциально рассчитывают что в 2016 году Меркель покинет ну подаст восстанку потом что еще такого а Израиль начнет наносить ядерные удары по этому соседу и к нему и еще что-то а и нефть по 100 долларов за баррель вот потом президентом Америки будет Дональд Трамп вот такие ожидания интересные они прогнозируют вот так ну продолжим пока вот коридор нового контракта установлен 2000 по 2070 ликвидность на на следующей неделе будет такая ниже среднего и то есть крупные игроки вряд ли будут работать в этот период и целенаправленно куда-то двигать петербург она может болтаться в коридоре но целенаправленно создание импульса какого-то тренда я не ожидаю в этот период поэтому и вы в принципе можете сделать себе выходной значит следующего 1 января уолстит онлайн мы пропустим все равно там нечего рассматривать будет давайте посмотрим что там под праздники по дельте делают ребятам так это дельта за день общий 22 байера 23 байера потом выделить обязательно вот этот коридор здесь специальный фильтр по дельте недавно ввели и тестирован достаточно удачно выделяет уровни 20 25 20 34 20 40 поддержки вот где активность была и разворачивали 95 вот на этом коридоре тут выделить эту активность 1 2 3 4 сессии за байерами в общем за период 14 числа больше проявляют внимание на рынке байеры и буквально 2 сессии корректоз был под 17 18 на северах вот так вот сопротивление тут они как раз вот на хороших уровнях где активны были селлеры на этих двух сессиях ну и там уже потолок 20 68 само собой вот посмотрите такая вот ситуация баровый график с открытым интересом это на фоне полугода количество открытых позиций все меньше и меньше видите фиксируются перед праздниками и активность как видите не из лучших если вы недавно торгуете недавно на фьючерсном рынке то это сезонность и это нормально то есть спад активности ликвидности то есть это нормальное явление и бывает коррект восстанавливается только в феврале вот под март такие бывают затяжные праздники так значит по уровням это за две недели 14 числа и вот просто обратите внимание как первые объемы которые зашли поддерживали здесь вот тормозили этот уровень и на реакцию сразу на следующий день ушли выше в общем этот коридор активных сделок был в районе 93,5 по 98 прям вот самый минимум этого падающего импульса и затем до загрузка уже под 20,10,5 20,13,5 ну затем поэтапно вот они так значит 23,5 тут плюс-минус и 23,5 плюс-минус сопротивляшка у нас тут на 20,68 20,65 и вот четверг там оставил отпечаток на 20,57 в общем сопротивление можно захватить ну вот такие уровни поддержки вот обратите внимание как ликвидность каждую сессию все меньше и меньше все рынок ушел в зимнюю спячку и в принципе паузу на две недели можете спокойно брать ничего не пропустите так это вот FSx давайте всклейку возьмем с прошлого контракта идентично тоже ушел в спячку люквидность падает и коридор как установили в новом контракте так его еще не преодолели на 14-12 первая сессия с нового контракта в коридор 31-65-32-10 так и не пробили вот его как раз обязательно мониторите если вы верите в восходящую динамику массив в новом контракте можно взять спокойно сейчас я лишнюю линию уберу вот у нас массив ядро контракта новое 32-80 новые объемы свежая кровь вот зашла здесь 32-05 более плотнее часть это 32-45 32-80 и 32-05 здесь второй уровень просто вот я объединил их на новом контракте 32-05 32-15 в качестве уровня контрольного на поддержку и 33 я думаю это тактический такой коридор до 33-40 на проверку активности байера ликвидность 18-го числа естественно пробежала основная так чат отключил потому что не умеете все вести какие-то непонятные активисты так и новый контракт на DAX такая же картина боковик ликвидность правда здесь еще держится по чуть-чуть уходит так 10500 по 10250 уровень поддержки вот здесь относительно прошлого контракта даже 370 до загрузки вот здесь удержали в новом контракте это хороший знак поэтому если он начнет снова атаковать там уже повремените с покупками на следующий сопротивление здесь уже неоднократно было и это уже третий подход к этой цене вполне могут все-таки продавить толкнуть и толкнуть до 11 а то и выше в общем модель в принципе прорисовывается неплохая то есть если резко появится ликвидность после праздников на индексах и на фондовых ну быть росту и могут даже продолжить этот весь мыльный пузырь назвать так дальше идем ртс пока вот на уровне но были достаточно критичные моменты коридор такой тяжелый давайте заплатим 78 700 по 83 0 это надо осилить ликвидность тоже пошла на спад ну и поддержка тут однозначно 76 500 75 800 так одну секундочку что-то сбойку есть трансляция есть трансляция отлично отлично все супер так обратите внимание буквально вот недавно ликвидность на сопротивление в районе 88 и вот в этой площадке на минимуме таких активистов ну агрессоров не было то есть это как раз признак того что пока осторожно относятся к закупкам крупные участники и пока они не появятся то есть по фильтрам вы видели оранжевые сессии с крупным объемом больше нормы тогда уже может заранее предупредить такая ликвидность о том что могут уже затаривать ну естественно ситуация по нефти новый контракт мартовский по дельте выглядит на вот такой вот дельте здесь вот 62 тонны почти 63 23 числа на ликвидности 700 то есть процентное соотношение достаточно неплохое для такой сессии вот и дельта кумулятивная пока на стороне вайеров ну в общей активности и это в принципе неплохо посмотрим чем это все закончится так открытый интерес на фоне полугода активность ну нельзя сказать что прям там мертвая но такая более осторожная я бы сказал что нефть 30 долларов за баррель это не шутки посмотрим за две недели интересные уровни мне нравится как здоровые люди тратят свое время драгоценное и все так ночная неделя вот активность обязательно выделить 76 650 77 200 уровень поддержки потом модель на покупку 75 7776 300 в качестве поддержки это уже конечно контрольное 75 7776 300 и за две недели сформировали такое ядро как 78 500 и 77 700 тут и вот сопротивление 79 79 250 значит открытия такие достаточно ликвидные очень были на той неделе на этой поспокойнее но зато сильно на хорошей дельте толкнули цену вот этот коридор он в принципе с 74 по 77 78 даже здесь усеяли объемами и мы сейчас даже подберите посмотрим непосредственно этот участок детальный вот обратите внимание как тут было интересно даже ночью даже вот сейчас мы выделим чисто дневную сессию таймзон и оставим 19 пускай будет и вот ночная сессия на хорошей дельте была те кто давненько уже с объемами я думаю вы заметили что все чаще ночью кто-то заходит в районе 21 21 30 делает ветер там ночью на ночной сессии причем так периодически очень даже агрессивно вот картина по ликвидности и она практически всю сессию была такая без пробелов и тут практически все 15 за байером буквально две и то слабенькие вообще незаметные то есть весь день был вот на такой активности коридор этот возьмите на сейчас мы еще здесь поставим дельту на левую гистограмму ну отключились ну вот 77100 там 70 много цен так можно взять сразу коридору железный 7800 по 77100 по ртс по активности давайте сразу захватим и фондовый откроем отдельный модуль канцер профайл сбербанк газпром захватим потому что судя по 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 фондовому рынку как там происходит активность есть объем нет объема можно сказать предстоящую динамику на фьючерсе то есть если на фондовом рынке не будет опять же подъема ликвидности в ближайшее время то ну и газпром сбербанк пока видите объемчики упали в этом и все идут и идут между 105 и 100 там 98 застрял сбербанк в принципе если брать по динамике допустим артельс и сбербанк сбербанк неплохо себя показал сейчас мы включим за более бутинный период и вот так возьмем в сравнении даже с динамикой тут ртс ушел в коридор а сбербанк вытащил вытащил то есть успокоился только в районе начала декабря последняя такая была маневр и неплохо на самом деле относительно ртс то что он там начал ликвидность немножко терять это сезонность не страшно она появится так 101 там сессия была достаточно ликвидная и объемчики на максимуме этот объект в районе 105 110 активность достаточно затяжная и можем посмотреть даже по дельте 7 11 25 11 что же там было кто там 17 по 25 да 17 11 и скорее всего по 25 5 мы сейчас посмотрим начало на дель 2 недели захватим сразу же вот так ну по дельте нас берет такая вот картишка здесь так коридор достаточно агрессивный 109 107 я думаю после такого движения это вполне не ожидаемое ожидаемое событие ну в общем стоит 6 с половиной 109 возьмите на 1 то есть ну в плане запишите себе уровень достаточно неплохо поработали сэллеры но байер тут не сдавали позиции 95.5 соточка потом так ну я вам скажу тут все таки байеры были в этом максимуме присутствовали причем они есть так Газпром и начнем рубль потом вот этот уровень тоже рассмотрим на Газпроме сейчас подгрузится контеровочка ну по сберу вы видели там пока особого интереса мастодонта не проявили к акции тем более такой период надо чуть побольше поставить фильтра с июня 133.5 137.5 это такая основная площадка уже неоднократно здесь здесь поддерживали постоянно там поднимается ликвидность кроме вот этого случая спишем на сезонность но коридоры им придется удерживать чтобы не расстроить владельцев Газпрома поэтому пробьют 137.5 я думаю тогда уже станет легче держателем 140 142 и вот поставили точки на 147 148.5 ликвидность была вот с 17 по 25 та же самая модель мы сейчас посмотрим на дельте да тут интересная ситуация какие сессии идут прямо на максимуме все равно с дельтой на покупку здесь жуки такие коридоры ну вот вы знаете так так или это уже третий раз видите пытаются развернуть но пытаются это уже хорошо так так это вот сейчас по газпрому идем дальше рубль новых новых функций новых функций по и последнее время доработок очень много изменений сейчас по большей части на новый сервис новый модуль все брошенные силы и поэтому нет никаких пока по новым инструментом знакомительных видео поэтому на вас стоит онлайн я думаю выделим на 5 10 так это рублик и склейка двух контрактов достаточно так жестко плотно очень очень плотно здесь стояли с 72 по 73 выделим пока это основным коридором относительно мы можем ориентироваться и более такой плотный коридор этого ядра сконцентрирован как раз вот здесь в общем то давайте посмотрим более ближе на фоне нового контракта вот эти 3 сессии пока создали дисбаланс но надо подтверждением 71 преодолеть и желательно по понятным причинам так посмотрим что там на споте видит ли кто подключен к вам ну в принципе как бы можно и включить как надо ну я как бы за то чтобы ну трейдер если нужно мог узнать но именно кто подключился к его талантливому результату допустим 15 человек подключились окей с другой стороны это такая немножко уже отвлекает от рынка уже может как то по другому реагировать более как то себя сдержанно вести потому что это как бы публично и уже 15 человек подключились к счету торговому возможно даже появится там звезды опять же тоже может с катушек слететь личность поэтому меньше разных этих раздражителей и информативных поводов я думаю от настоящего дела отвлекать не будет ну в дальнейшем конечно будут развиваться сервисы и даже те кто на небольших счетах торгуют либо даже на виртуальных счетах смогут реализовать свои таланты с помощью вот такого коннекта инвесторов которые будут за успехи естественно плачивать премиальные там по большей части упор в бухгалтерию автоматического идет там темный лес так на споте вот такая картина в общем 21 22 здесь практически липидность ушла ниже нормы и 23 24 как раз на маневр от этой волатильной бросили объемы талант посмотрим дельту этого события ну вот такая вот почему картину и фью сейчас сверим да подключаются у нас же есть информация в принципе экспериментировать виртуальный счет подключить но учитывайте что на одном инструменте на этом подключить разных трейдеров будет конфликтовать на рубле 24 числа вот такая вот дисбалансировка на сессии и 71650 возьмите на всякий случай повышенная активность была именно в этом коридоре потом она повторилась сегодня тоже на покупателя и это прискорбно так 72300 72 750 каждую каждую цену работали селлеры и вот единственное что с вот этой дельтой вчера и сегодня в общем аккуратненько коридор есть будем смотреть за нефтянкой так на рубле сейчас посмотрим активность выросла нет значит значит вчера позже вчера ну три сессии подряд идет сброс позиций поэтому там дельта могла быть еще с этих байеров которые которых вынесли на новом контракте вот они зашли первую сессию либо же новая первая сессия нового контракта здесь клейка идет выносили это на стополин ну 73 если пробудка не будет понятно уже все так ну хеджируйте хеджируйте кэш так склейка несколько контрактов удерживают еврик 0.8.95 пока вот этот массив не пробили это отлично и 10.13 вот уже смещается немножко массивность 10.58 в качестве сопротивления обратите внимание что поддержали этот уровень уже неоднократно второй раз вот и пока ликвидность слабенькая но могут двинуть на 12 вполне возможно по крайней мере у них это потихонечку потихонечку получается после такого рывка дальше удерживать покупки надо быть абсолютно уверенным в том что ты делаешь значит 10.70 это еще с того контракта 10 ну тоже пускай бы 15 ключевые уровни если пройдут там идут на 11 и выше росту быть так фунт кстати вот насчет инструментов по популярности евро рубль и ртс с снп это самое популярное то есть по рейтингу золото нефть золото нефть потом дакс а банды еще FGBL и ZN акции тоже основные сбербанка спром я это к чему что на самом деле арсенал инструментов ну инструментарий огромный тут биткоин цепь цепь себе ути цель не комокс евро форекс прайм айс лайк здесь даже есть шанхайская не зацикливайтесь на одном месте пробуйте другие инструменты на европе очень много хороших инструментов поэтому если на ртс сложновато последнее время работать вы должны быстро адаптироваться и уходить на другой инструмент либо параллельно развивать в общем такие вот коридоры это не фунт это не фунт это еще георик сейчас фунт подгрузится это еще георик это еще георик оцене причем в списках здесь инструментов больше может быть просто те которые используют проверяют они вот если допустим инструментов списке нет вы допустим цен не открыли а там нет такого фьючерса как должен быть то есть здесь не полный список просто пишите в саппорт что чтобы активировали контракт такой-то такой-то и его активируют его активируют то есть он в списке появится просто если его никто не мониторит и даже никогда не открывал они ой что я делаю заговорился так но и и и и и и и и Поэтому, чтобы не перегружать систему, зачем их все сразу отображать. Так, ну вот такая вот картинка на фунтяке. Там тоже какие-то события ожидаются по Британии. 48.75. Ну вот площадка «Последняя надежда» и сопротивление свежее. 5.5, 1.50-1.50. Если вы заметите, что 1.5 не могут пройти, то есть идет сопротивление, то нужно сразу же обезопасить свою покупку. Много мониторов. Ну, в принципе, концепт универсального графика разработан. Ну, как разработан, концепт есть идея. И это просто облегчит нагрузку на глаза и, в принципе, не нужно столько мониторов. То есть некоторые моменты в трейдинге не то, чтобы даже автоматизировать, а рутину какую-то просто перевести на, само собой, какие-то макросы, шаблоны стандартные. То есть сравнение валютных фьючерсов между собой. То есть это логически понятно, хотя бы общую картину отображать. То есть такие инструменты. У меня 24 модуля на S&P. Открыто. Так, площадка есть. Это золотишечко. Вот так вот они аккуратненько по ликвидности падают. Поэтому пока не ждите сильных движений. Ну, тут пока нефть не решится. Я думаю, по золоту будет висеть в коридоре. Тут надолго могут засесть. Такое мы уже наблюдали. Периодически у них по золоту бывает неразберихи. Вот такой коридор они трамбуют. И на 1100, как бы, если уже пробьют, то нужно еще убедиться, что это действительно пробитие. Дельту давайте посмотрим. Этого золотого стандарта. Ну, в общем, видите сами. Так, там экспирация где-то. Да, и на модуле, вот как классерчарты сейчас видите, это один модуль. Таких вот 24 для S&P. Ну, тоже некоторые периодически смотрю, некоторые постоянно. То есть, ну, чтобы их не настраивать, не тратить время, они включены, то есть. Так, 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 теперь нефть. Коскопостпайл. Бранд. Пошел в февральский. Вот они вот пока на 38-й по 37-й по геодеро. По ликвидности, на самом деле, чуть-чуть с сдвигом. То есть, 6,85, но округлим. На новом контракте, вот они здесь бросили две сессии перед шортом. Возьмите этот коридорчик, этот на всякий случай, мониторьте. Если они будут как-то открыто пробивать его, не будут пускать. Могут это подтвердить как раз активность селлеров. И пиковый объем. Второй по лейтингу в новом контракте. Здесь вот массив раз. И вот эта площадка могут также сдерживать и не пустить выше. В принципе, тут уже нижних ориентиров только 0. Вот, поэтому ликвидность, в принципе, шла неплохая. Сейчас под праздник немножко стихло. Ну, в общем, надо со 40 точно толкнуть. Заметьте, как волатильность изменилась за полгода. То есть, она сжимается, ну, уменьшается. И то, что было там летом даже, я думаю, если сравнить с прошлой зимой, намного плотнее. Ликвидность увеличивается. Глобально я, как бы, пока вот этот уровень точно не пройдут. Там 45-49. Могут там простоять долго. Между 36-45. Здесь, в принципе, расширение идет на таком-то аккуратном режиме. Ну, потихонечку. Без таких проливов сильных. И... Ну, вот такая же модель практически отрисовывается уже. Вот как здесь. Только тут еще стопори выбросили. Здесь... Ну, импульса нет, потому что праздники. Вот, видите, отработали первые вот эти вот крупные объемы. Вот они. И ушли ниже. Поэтому, вот, классическая модельность. Возьмите на вооружение. Северечка. Ну, я про волатильность. Ну, за полгодия... Если вы про проход цену в долларом, в эквиваленте, то, естественно, прошли неплохо. Ну, смотрите, плотненько начали работать. Так, без клики. То есть, за полгода они так нормально ушли вниз. То есть, это... Но это не называется волатильностью. Волатильность это немножко другое. Так, ловится. На новом контракте на CL картина веселее, я скажу вам. Четыре сессии тут у нее держали прям оборону. И вот такие реакции сейчас. Вот они как раз на контрольном уровне. Так, давайте подключим прошлый контракт. Да, вот этот уровень сопротивления, который вот здесь вот уже был отработан. Они пытаются пройти. И, в принципе... Ну, вот следующая, это 40-ка. Весь этот пол 42-ю может быть сложным коридором. То есть, тут реквизности бросили очень много. В том числе и на этот участок попала 38-я с половиной, 37-я с половиной. И его как раз, почему хороший знак, вполне прошли спокойно за две сессии. Единственное, конечно, чуть рановато прошли. Ну, а вот дошли до самой верхней границы объемного массива модели, вернее объекта с трех соседей. Надо, чтобы еще пробили. Поэтому пока еще рано говорить, но картина уже не печальная. Могут простоять. В принципе, я думаю, что оно, раз они столько усилий направили на понижение барреля, стоимость барреля нефти, то провисеть тут нефтянка может достаточно долго. Как раз все эти мега странные затарятся дешевой нефтью под самое хранилище, под самые эти запасы. И тогда можно будет уже отпустить эту ценушку на север. Ну, вот и все. Вас еще раз с наступающими праздниками, хороших выходных, отлично встретить Новый год. Встретимся с вами мы уже в 2016, он высокосный. И я думаю, что-то изменится, станет лучше, по крайней мере, так хочется верить. Всего наилучшего, до следующего Wall Street Online. До свидания, пока.